Чем отличается плесень от дрожжей? Это совершенно два разных микроорганизма. Плесень, вызванная плесневыми грибами, обычно содержится во влажных, темных или заполненных паром местах. Дрожжи очень распространены, их можно найти на фруктах и ягодах, в желудке млекопитающих и на коже. Плесневые грибы являются многоклеточными, а дрожжи – одноклеточными. Плесень имеет нечеткий внешний вид и может быть оранжевого, зеленого, черного, коричневого, розового или фиолетового цвета. Дрожжи белые. Плесневые грибы имеют микроскопические нити, называемые гифами. Дрожжи не имеют настоящих гиф и развиваются как единичные клетки. Сегодня смотрел под микроскопом и дрожжи, и плесень. Ну, в принципе, самая агрессивная кандида, которая тоже многоклеточная, вот гифы называются, это их ветви, вот эта паутина, то, что расходится, она называется гифы, там либо много клеток, либо много ядер. Она самая агрессивная, потому что она, когда прикрепляется к слизистой, она не только на поверхности, она еще и проникает, ее грибница внутрь, к слизистой. Вот смотрите, как переплетено. Это, в общем, плесень. Плесень, да, прям так видно. Гнездо. Я когда смотрел, мне напомнило, я не знаю, смотрел, кто-то или нет, маргеллоны, слышали этот миф? Маргеллоны в масках, черви в масках, и вот прям похожи на вот эти вот нити были. Но это не то, это просто... А это плесень? Откуда вы ее взяли? Да, морковки. Вот увеличил ее в 2000 раз. Вот это и есть гифы. Вот, в принципе, кандида, она вот, вот это, как будто, просто от нее вот маленькие идут такие. Вот. То есть это многоклеточный, один, можно сказать, организм. Вот. Вот так он выглядит. Так он, так это все прорастает вглубь нашей ткани, допустим, если он закреплен там на какой-то слизистой. И кандида примерно так же работает, как и плесень. Поэтому вот плесень, я бы, конечно, если продукт испортился, туда реально его лучше выкинуть. Потому что даже если обрезаешь, он все равно дает плесень, а значит, соответственно, вот это вот споры. Так, а ну я сейчас покажу вам, как под микроскопом выглядят дрожжи и немножко объясню, и плесень. Это дрожжи. Дрожжи это одноклеточные микроорганизмы. Это, по сути, овальная клеточка, одна. И размножаются дрожжи путем почкования. Вот здесь можно увидеть, как они почкуются. Вот, 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 вот здесь. Вот видите, почкуются. Но это одноклеточный микроорганизм. Вот, его используют для того, чтобы спирт производить. Ну и то, что они вот еще выделяют этанол и углекислый газ. Дрожжи используются для того, чтобы, допустим, выпечку поднять. Вот, за счет углекислого газа хлеб поднимается. Дрожжи под микроскопом, вот они такие. Они, в принципе, чем-то схожи с бактериями. Они вот зелененькие. Например, в яблоке я смотрел, дрожжи зеленого цвета. И они такие плавают, там что-то делают, сбраживают эти сахара. Вот почему фрукты, например, во фруктах есть дрожжи. То есть, если бояться дрожжей, то, в принципе, надо и фрукты не есть. Потому что во фруктах есть дрожжи, и когда они полежат, они именно начинают бродить. И вот почему из фруктов можно сделать, допустим, спирт или там свинограда. Вот, можно сделать спирт. Потому что там уже есть эти дрожжи. Допустим, если мы капусту начнем, ну, поставим тоже так же тепло в те же условия, то там молочнокислые бактерии. Там получится будет не брожение, а квашение. Там другие микроорганизмы. А вот о чем мы всегда с вами говорили, что в каждом живом продукте есть свои микроорганизмы. Свои молочнокислые бактерии, свои дрожжи. Вот. Плесень это, можно сказать, микроорганизм извне. Споры попадают, ну, естественно, продукт портится. Ну, то есть, это нормально, в принципе. Поэтому, вот когда начинают бояться хлеба из-за дрожжей, и совершенно не учитывают именно глютен, то есть, они как делают? Они берут, на закваске делают хлеб. Ну, из той же белой муки, но на закваске. И считают, что эта штука полезнее на закваске. Но на самом деле, ну, я не знаю, может, это специально народ так уводит их внимание от настоящей проблемы. Типа они, чтобы дрожжей боялись. Вот. Что все проблемы от этого. Дрожжи умирают, кстати. Дрожжи умирают. Выше 70 градусов они умирают. Это может даже эксперимент сделать. В духовку убрать. И потом хлеб перестает подыматься. Знаете, если не в горячую духовку поставить хлеб, он осядет и не подымется уже. Дрожжи – это мизофильные микроорганизмы, которые не могут существовать при высоких температурах. При температуре около 50-60 градусов такие дрожжи погибают, так как они состоят из воды и белка. Белок денатурирует при такой температуре. Поэтому они не выживают. Плесень – это вот то, что потом попало. Именно вот споры попадают на хлеб, когда он полежит. Ну и появляется плесень. То, что хлеб, вот этот клейковина – хорошая питательная среда для плесени – да, конечно. Вот это хорошая питательная среда. Поэтому там и заводится плесень. Но это не говорит о том, что это дрожжи. Потому что вот как раз еще и про глютен спросили. Потому что многие боятся именно дрожжей. А с глютеном есть проблема. Моя супруга, например, использует дрожжи. То есть она просто не использует белую муку, ну то есть пшеничную. Но она использует там рисовую, овсяную, нутовую, кукурузную. Ну вот без глютена. Ну на что нету реакции такой вот она смотрит. Допустим, тут можно придраться, что в овсянке есть глютен. Ну вот на овсянку нет реакции такой, как, например, на белую муку. Кушаете вы на закваске хлеб белый, не на закваске – проблема останется. Кстати, вот те, кто кушают на закваске, они все здоровее не становятся. Просто вот у них есть такое, что они якобы что-то полезное кушают. В принципе, у нас все эти микроорганизмы, они и так у нас живут. И можно перекос получить. Просто, во-первых, антибиотики выпили, к примеру, бактерии умирают, а грибки устойчивы к этим антибиотикам. Поэтому они размножаются. Но по сути они-то в нас были, там какой-то процент, один процент. И молочнокислые бактерии подавляют. Подавляют грибки. Поэтому вот реально тут от микрофлоры у нас сильно зависит. Вот так они. Просто одноклеточные микроорганизмы. То есть никаких нитей нет. То есть один организм, вот одна клетка получается, все это один организм. Никаких гифов нету, вот этих вот нитей, споров. Они, кстати, пачкуются, то есть делятся. Вот, ну и тут я в 5000 град увеличиваю. Вот они, в принципе. Да, они красивее, но много. Не так ужасно выглядят, да? Вот. А теперь давайте посмотрим на плесень. Совершенно что-то другое, да? Плесень это у нас многоклеточный. Многоклеточный гриб. Плесень у нас состоит, получается, из трубчатых нитей. И вот эти нити, они тоже многоклеточные. И плесень размножается путем спорообразования. То есть она не пачкуется. Вот. Неприятное зрелище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин